Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня вы узнаете, как приготовить бесплатное зеленое удобрение бродиловку из травы. Бродиловка является самым популярным удобрением среди дачников, и не даром, потому что это удобрение бесплатное, экологически чистое и помогает вырастить здоровый урожай. Для приготовления бродиловки можно использовать различные виды трав, но содержание элементов питания в них разное, и сейчас расскажу, какие именно травы содержат различные элементы питания. Например, азота, который отвечает за полноценный рост и развитие растений, содержится больше всего в клевере, люпине, различных других бобовых культурах, сныте, крапиве, а также лебеде и мокрице. Фосфор содержится больше всего в таких растениях, как конский щавель, донник, рожь и рапс. Эти растения поднимают фосфор с глубоких слоев почвы, поэтому их также можно использовать для бродиловки. Калий же содержится в большей степени в корнях растений, поэтому для приготовления бродиловки можно выкапывать с корнем, например, те же одуванчики, лопух и особенно окопник. Есть, однако, и растения, которые нежелательно и не нужно использовать в бродиловке. Они могут угнетать своими выделениями рост и развитие растений. Например, это листья дуба, грецкого ореха, листья клёна, а также инвазивный золотарник канадский. Бродиловка может полностью заменить внесение навоза в почву. Благодаря внесению бродиловки в почву, проливу растений под кормом таким, вот эта бродиловка активизирует всю почвенную полезную микрофлору. И, конечно же, растения получают в достатке питания, улучшается структура почвы и улучшается рост и развитие самих растений. А теперь немножечко подробнее расскажу про то, как приготовить бродиловку. Например, я буду готовить бродиловку из таких трав, как одуванчик и крапива. Причем одуванчик я выкапываю обязательно с корнем. Все это измельчаю, плотно набиваю 10-литровое ведро и засыпаю в бочонок. Затем на такое плотно набитое травой ведро добавляю 3 ведра воды. Все это настаивается неделю. Начинается активный процесс брожения. И через неделю начинает выделяться характерный запах для бродиловки. И в этот период ее, конечно, уже можно использовать. Она уже является ценным удобрением. Но чтобы сохранить азот, чтобы он не так быстро улетучивался из бродиловки, туда нужно добавить немного уксуса. Например, на такой вот 30-литровый бочонок с бродиловкой я добавляю примерно пол-литровую банку уксуса. В итоге азот не улетучивается, сохраняется в большей степени. Не нужно бояться, что будет какое-то подкисление от уксуса. Его не будет. Уксус не закисляет в сильной степени почву. Тем более, что бродиловка имеет такую щелочную среду. Знаю, что многие огородники стараются в бродиловку добавлять древесную золу. Но скажу следующее, что золу крайне нежелательно добавлять в бродиловку из травы. Потому что зола – это щелочь. В итоге раствора защелачивается, и, естественно, азот улетучивается. Поэтому лучше подкормите растение вначале бродиловкой, а затем подсыпьте золой. В этом случае такая подкормка пойдет только на пользу. Бродиловкой можно подкармливать практически все растения. Но перед подкормкой, конечно же, бродиловку нужно развести с водой. Развожу ее так. Беру литровую банку бродиловки, а можно и 2 литра, и заливаю 10 литрами воды. Все это размешиваю и подкармливаю практически все растения в огороде. Особенно отзывчивы на такие подкормки томаты и перцы. Очень быстро начинают расти, активно наращивать зеленую массу. Но так как бродиловка имеет щелочную среду, то, конечно же, ей нельзя подкармливать растения, которые любят кислую почву. Это рода дендроны, голубика, либо клюква, а также верески. Поэтому для их подкормки лучше использовать другие удобрения. Бродиловку после приготовления желательно использовать в течение 2 недель. После 2 недель начинаются гнилостные процессы. И, конечно же, полезные свойства бродиловки снижаются. Но, например, получается так, что вы не успели приехать на дачу, либо не использовали полностью бродиловку, расстраиваться в этом случае не нужно. Ее можно всегда очень быстро приготовить. А если бродиловка осталась, то выбрасывать ее, конечно же, не нужно. Вы можете пролить этой бродиловкой компостную кучу. Она сыграет роль ускорителя компостирования. И компост созреет намного быстрее. Бродиловка – это ценное органическое удобрение, которое сможет приготовить каждый. Поэтому собирайте траву, делайте удобрения и подкармливайте свои растения для хорошего урожая. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!